Я думаю, все вы уже знаете Стаса, но если кто не знает, я хочу представить вам этого прекрасного дизайнера, автора книг, также автора стандарта профессии дизайнер. И мне бы хотелось сказать, предысторию рассказать вам нашего знакомства. Мы со Стасом познакомились на тренинге в Москве, на который мы ездили вместе с Лилей. Но я знала Стасу заочно по YouTube каналу, просто случайно увидела ролик по дизайну интерьера. И мне очень запомнилась тогда история Стаса. То есть это человек, у которого нет высшего образования в дизайне, насколько я знаю, по крайней мере из этого ролика я это помню. И Стас начинал как визуализатор, то есть он работал, делал картинки, так же как наша Яночка, которая делала картинки мне. И я сказала, Ян, ты что сидишь, делаешь картинки, у тебя такой талант, ты должна быть дизайнером. Хотя я была полностью удовлетворена ее работой, я конечно не хотела с ней расставаться, но мне пришлось, потому что таким талантом нужно давать шанс. И Стас как раз таки такой же человек, который изначально просто делал визуализации, а теперь это действительно авторитетный человек в области дизайна интерьера. И возвращать к нашему знакомству, я вам всегда транслирую, что важно проявляться. И я как тот человек, который это транслирует, должна делать то же самое. И вот мы встречаемся с ним на тренинге. Опять же, сначала проявился Стас, потому что он встал и задал какой-то вопрос нашему автору тренинга. Я смотрю, знакомое лицо, думаю, кто это? Я вначале не поняла и стала думать, кто это. Я говорю, Лиль, кто это? Она говорит, я не знаю. Я говорю, я точно знаю, но не могу вспомнить. Потом я вспомнила, меня осенило, что это Станислав Ореха. Я говорю, слушай, это же Стас, я дизайнер, он дизайнер. Как мы могли вдвоем оказаться на этом тренинге по продажам, где не было ни одного дизайнера больше, кроме нас? Я говорю, ну это точно судьба. И там была еще наша Оля Осиновская. Кто у нас на бизнесе, вы хорошо ее знаете. Прекрасный тоже наш спикер по трансформации. И мы должны были с Олей встретиться на Даниловском рынке, на обеденном перерыве. И в итоге она меня не дождалась, пошла раньше, позвонила, сказала, что Ань, приходи. И в этот момент как раз-таки Лиля встречалась со своим братом. И мы с ней, ну я осталась одна, хотя я все время с ней. То есть вышла из своей зоны комфорта. Я одна, иду по Москве, к этому Даниловскому рынку. И тут мы встречаемся на пешеходном переходе со Стасом. То есть он идет немножко ближе, я вижу, что это он. И вот мы с ним поравнялись, загорелся красный свет, светофора. Я думаю, подходить или нет, подойти или нет, подойти или нет. И думаю, блин, я же говорю девчонкам проявляться. И тут я просто стою и торможу, ну как бы надо это делать. Ну и я подошла к нему, и вот так завязалось наше с ним знакомство. И теперь он здесь, это просто магия. Видите, что делает коммуникация. И как важно этот опыт, этот навык прокачивать девчонки. Я надеюсь, что уже к этому времени, уже сколько у нас, да, вы все нашли пять человек, которых не знали до этого и подошли к ним. Я очень надеюсь. Но если нет, у вас еще будет шанс. После выступления Стаса у вас будет небольшой перерыв возле бассейна, и вы сможете с ним пообщаться. Стас, передаю тебе слово. Аня, спасибо большое. Супер. Спасибо большое, во-первых, за прекрасную организацию. Аня, спасибо, что пригласила. Аня тоже у нас была на конференции в Москве. И я был очень счастлив, когда Аня пригласила меня тоже к вам. Сказала, что будет выпускной, большой школы, классно. Здорово, что вы здесь все, что вы до конца досидели. И вам интересно. Я вижу вот эти вот открытые классные глаза. Очень-очень с идеей, да, заряженные. Это очень классно. Вот, я сегодня завершаю наше сегодняшнее мероприятие. И я постараюсь вас не разочаровать, а поработать с вами именно по технологиям, по продажам. Я расскажу историю, покажу. Мы, возможно, с вами даже пообщаемся. Я не знаю, как пойдет. Я, в принципе, стараюсь как бы тему какую-то взять и в процессе уже диалога всегда с аудиторией, всегда интересно ее развить. Скажите, пожалуйста, кто из вас вот начинающий дизайнер, кто вот недавно закончил? Поднимите руку, пожалуйста. Ага. А у кого же опыт там, не знаю, год, два, кто уже опытный? Ага, в основном начинающий. Супер. Я сегодня тогда, наверное, расскажу, как начинающему действовать, да, как я действовал. Расскажу свою историю и расскажу основные моменты, которые мне кажутся важными для того, чтобы начать свою карьеру. Все же хотят начать карьеру и начать успешно, правильно? Все, если так, то мы сейчас поговорим. Я, наверное, сейчас тогда у нас покажу свои проекты. А можно чуть-чуть перегасить свет? Я немножечко покажу, чем мы занимаемся. Я занимаюсь дизайном, 17 лет, у меня студия. И раньше я был визуализатором, действительно. И потом я понял, что действительно нужно, если я хочу быть дизайнером, мне было недостаточно. У меня была мечта, я хотел творить. Я с детства увлекался созданием каких-то комиксов, игр, поэтому я рисовать особо даже не умел. У меня не только образования нет, я еще и рисовать не умею. И до сих пор я не умею рисовать руками. Но это меня не остановило, потому что я нашел для себя инструмент. И очень важно, если ты что-то хочешь, то есть инструменты, которые тебе позволят. И даже если бы у меня не было компьютера, там рук и ног, я бы все равно был дизайнером, потому что я бы нашел людей, которые бы смогли рисовать. И вот так вот я стал воплощать вот эти идеи. Я делал это сам, делал с командой, потом собрал команду и воплощал. Спросите, как я это все делал и как я придумывал? У меня было понимание внутри, то есть у меня была картинка. Я умел общаться с клиентом, я посмотрел много разных проектов в интернете, и я начал их комбинировать. Я видел в голове эту работу, которую я хотел получить, и дальше я с помощью 3D Max ее воплощал. Так получилось, что я согласовывал это с клиентами, но чертить я еще не умел. Я не знал многие технические моменты, то, что сегодня рассказывали. То есть меня это не останавливало. Мне очень хотелось воплощать проекты, поэтому я подружился, проявлялся, подружился с коллегами, которые умели чертить. У меня были клиенты, а это самое главное в нашем деле. У меня была идея, которую я делал, это тоже очень важно. И у меня были люди, которые были готовы разделить со мной эту тему. Вот это очень важно, поэтому не стоит никогда останавливаться, если что-то где-то не хватает. Самый главный, наверное, урок, что нужно понимать, что можно все себе позволить. Если ты сам что-то пока не знаешь или не умеешь, всегда есть люди. И наши друзья, наши партнеры, если ты проявляешься, если ты даешь им тоже работать вместе с тобой, то это всегда возможно. Поэтому если подходили люди, спрашивали, если я этого не умею, я этого не знаю, ничего страшного. Среди нас есть люди, люди знакомые, знакомых, у которых есть нужные люди. Поэтому очень важно, собственно, это делать. Я рисовал картинки, спросите, как я пришел вообще в дизайн, почему я дизайном занимался. Я не думал, что я буду дизайнером, я вообще не знал, что такая профессия есть. Вообще я даже не понимал. Я рисовал картинки, вот такие, и меня выкладывал их в интернет. Опять же, про проявления тоже соглашусь абсолютно. Все, что я делал и вся система моей работы связана с тем, что у меня есть некие качества, которые я транслирую в мир. И люди это видят, и они приходят. А когда я не транслировал в мир, когда я ничего не выкладывал, когда я стеснялся, то у меня не было никакого результата. Смысл в том, чтобы начать действительно делиться. Вот такие проекты я выкладывал, разные. И люди меня видели и говорили, мы хотим создать что-то подобное. Я говорю, ребят, я не дизайнер, я рисовать особо не умею. Ну, немножко я так вот скромничал. Вот, они говорят, ну мы в тебя верим. Кстати, еще важная вещь, когда в вас верят. Вот это очень классно, это очень нужно. Вот я уверен, что Аня в вас верит, и я в вас тоже верю. В такие глаза, которые вот сегодня у нас есть. Я вот реально вижу, что каждый, кто сейчас досидел и сейчас находится здесь, он здесь не просто так. Я в вас тоже верю, у вас тоже получится. И вот так вот в меня поверил мой клиент к вопросу, как сразу же взять премиальный клиент. Я сегодня буду рассказывать, что одно из основных вещей не стоит бояться. То есть это не эконом проекта. Я не был дизайнером. Я не умел делать дизайн, я не умел чертить, я не умел рисовать. Но я хотел делать именно такое. Поэтому я начал работать с дизайнерами, воплощая их идеи, других дизайнеров. И выкладывать, я показывал их клиенты, они мне не сказали, что где твои проекты, как ты смеешь, почему ты можешь, есть ли у тебя образование. Ни один клиент меня ни разу не спросил, есть ли у тебя диплом. То есть вот это визуализация, где-то картинки, где-то фотки. То есть вот это вот фотки, вот это фотка, вот это фотка, фотка. Да, да, это все. Это фотки, это уже готовое все. Вот это готовое. Нет, нет, я выкладывал картинки, вот это вот визуализация уже. Ну то есть делается так, что в принципе особо не отличишь. Люди говорили, я говорил, ну я не дизайнер, ничего страшного, они говорили, мы в тебя верим. У вас есть вот такой опыт, вы это нарисуете, а строители у нас есть. Ничего страшного, вы главное нарисуйте. И у меня был такой вот интересный опыт, когда вот этот клиент, которому я делал вот этот дом, он брал айпад и показывал на айпаде строителям и друзьям, говорю, вот у меня будет такой дом. Он был счастлив, когда он увидел эту идею. И, собственно, он за это и покупал. Он мне так и сказал, слушай, я понимаю, что у тебя опыта, например, нет где-то, что-то, да, но я вижу, что ты мне нарисовал, и я это воплощу. Поэтому не бойтесь, рисуйте, воплощайте свои идеи, если они у вас есть. Если нет, можно посмотреть, да, их подсмотреть и начать им делиться, рассказывать. Очень важно сформировать свой стиль. То есть у меня есть некое понимание, я сейчас не буду на этом останавливаться, но есть некая концепция, как и что я делаю. То есть у меня там натуральные материалы, у меня там интересные решения, нестандартные. То есть есть некая философия, которую я транслирую. И в каждом моем проекте не только частичка клиента, но и частичка меня. Это неосознанно, но это чувствуется клиентами. У меня цветовая гамма определенная. Вот разные стили при этом я работаю, но везде чувствуется вот эта вот какая-то, ну там, легкость, какой-то там, ну интересы, интересные классические такие интерьеры в том числе я делаю. Я очень не любил классику, потому что я не понимал. Потом я работал в одной компании и понял, что на самом деле на классике очень много, ну как бы очень логично, очень все завязано. И тот человек хорошо делает современный интерьер, который понимает классику. Я сел, заморочился, изучил, я помучал архитектор. Я понял, что я хочу изучить классические интерьеры, как они делаются, и как правильно их делать. Я это изучил. Нет ничего невозможного. Очень важно верить в себя, и если ты что-то захотел, то это ты можешь получить. Абсолютно точно. Я в этом точно уверен. Это вот моя святая такая уверенность. Каждый человек может быть любым, и он может сделать, если он захочет. Главное захотеть. И верить в себя. Вот действие и вера в себя, это самое важное, что у нас есть. Вот. Потом мы работали, когда у нас была студия, мы работали с крупными компаниями. Но здесь не то, что как бы супер крутой дизайн. Но вот мы делали кассу аэрофлота. То есть просто так туда люди не попадают. Как мы туда попали? У нас была система. И крупные компании, они покупают у дизайнеров, в том числе индивидуальных предпринимателей. У меня нет какого-то ООО, или я там не какие-то гостендеры выигрываю. Нет, я просто рисовал красивые картинки, и им достаточно было обычного ИП, индивидуального предпринимателя. Мне нужно было просто прийти туда, показать, что я умею, дать коммерческие предложения, и нас взяли. Мы делали для аэрофлота, делали для золотодобывающей компании Кинрос в Магадане, 5000 метров, офис там большой делали. Делали Сбербанк, это вот в Москве тоже реализовано. Сделали IQ-квартал, это Москва-Сити, там целое здание. Это все мы туда попали не по блату, не как-то. Вот мы просто проявлялись, рассказывали, рассылали о себе. Мы говорили, что мы это умеем, мы это сделаем. Также вот с частными домами работаю. Вот это вот разные проекты. Видите, они достаточно, ну как бы необычные. И я сейчас хочу сказать, что как бы вы, ну как бы не думали, что кто-то с эконом хочет работать или начинать с бизнеса, это не обязательно. Можно работать, но пусть страх вас не останавливает, если вдруг он есть, что нельзя сразу работать с премиальными клиентами, либо делать что-то необычное. Это можно делать. И смысл в том, что если мы начнем это делать, именно когда мы это начнем делать, позволим себе, придут такие клиенты, которым это интересно. Кто бы хотел с такими проектами работать? Поднимите руки. Окей, супер. А кого останавливает страх? Поднимите руки. Супер, сегодня сейчас поработаем. Сейчас тогда вводную дам. Ну, в общем, вот. Вот такие вот вещи делаем. Вот тоже фоточка, вернее, это визуализация, да, и фоточка получилась. Так, ну что, можно включить свет и уже поговорим. Я подготовил некоторые вещи сейчас, но перед тем, как мы перейдем к теории, да, наверное, если вы хотите с премиум-сегментом работать, да, что вас останавливает? Кто бы поднял руку, можете с места, уже поговорим. И потом я постараюсь эти вопросы закрыть. Да? Отсутствие опыта. Отсутствие опыта в чем? Нет, нет. Подождите, ага, в чем? Отсутствие опыта вообще в дизайне. Вообще в дизайне. Опыта нет. А что-то вы умеете делать вообще? Да. Смотрите, сейчас очень-очень важный момент, да, очень важный момент. Вы же все как бы не вообще после школы, да, я вижу здесь люди уже с каким-то опытом. Значит, у вас была предыдущая профессия. У кого было предыдущее высшее образование? Поднимите руку. У всех, практически у всех есть. Теперь смотрите, очень важно. Когда мы делаем дизайн, еще одна такая важная вещь, что нас покупают не только и не столько за то, что вот мы умеем чертить или за то, что умеем рисовать или придумывать что-то. Это тоже важно, конечно, но не все. Еще у нас есть дополнительные вещи, которые у нас приходят из нашей, то, чем мы увлекались в детстве, то, на что мы учились. Кто-то, если, допустим, хорошо бухгалтерию считает или цифры, мы можем быть суперклассным дизайнером, который считает смету. Кто умеет материалы подбирать, можем быть тоже человек, который умеет купить все, найти нужную вещь. Это тоже часть дизайна. Кто умеет рисовать в 3D, кому нравится, тот, как я поступает, визуализатор. Кто умеет чертить, он может чертить. Кто ничего не умеет, он может быть менеджер хороший. Очень классные дизайнеры из руководителей, там, банков всяких происходят. Вот такие вот люди, менеджеры. Кто-то есть с банкой, вот из менеджерской сферы? Есть. Вот, ваша ключевая способность в дизайне, не только, как бы, делать и придумать, это тоже можно. Но еще, за что будут покупать? За вашу компетенция, за ваши таланты, то, что вам дано с детства. Это у вас уже есть. И дизайн такая профессия, очень важная, очень классная, что там можно применить любой талант абсолютно. Начиная с умения рисовать. Вот я руками рисовать не умею, я себе придумал 3D. Если бы я 3D не умел, я бы нашел того, кто мне чертил. Я бы общался с клиентом. Если вы умеете говорить и переговариваться с клиентами, может быть, у вас опыт в продажах. Вы будете хорошо продавать. И все это называется дизайн-студия. Все это называется, как бы, наша именно работа по дизайну. Не обязательно создавать студию. Кто-то понимает, как бы, термин студия? Да, что для вас дизайн-студия? Скажите, пожалуйста. Команда. Команда. Что еще? Комплекс услуг. Ага. Офис, поток клиентов. Ага. Еще? Бренд. Бренд некий, да. Бизнес. Бизнес. Есть какие-то, как бы, кто боится или не хочет открывать студию? Поднимите руку. Ага, супер, документы. Почему? Кто не хочет, почему? Это документы. Ответственность. Да. А вы знаете, кстати, что ответственность синоним свободы. Вот такая вот. Вот. Ну, есть такая тема, да. Поэтому, если вы хотите быть свободой, надо брать ответственность. Хотите много зарабатывать, надо брать ответственность. Это очень важно. Смотрите, я очень часто сталкиваюсь с таким ограничением людей, вы, может быть, тоже сейчас найдете, либо будете сталкиваться, в том, что студия – это какой-то бизнес, это документы, это не про меня. Это тоже есть. И у меня, на самом деле, я когда выполнил тесты, психологические тесты, психология тоже важная, сейчас буду рассказывать, вот, в принципе, она стоит первым местом у нас. И ты понимаешь, в какой-то момент у меня было три офиса, у меня были большие, много людей, сотрудников, команды и компания. Но меня это не удовлетворяло, мне не нравилось. Я хотел творить, я хотел работать персонально с премиум-сегментом, и я не хотел управлять людьми. Вот мне прямо, ну, это моя минусовая, я не люблю управлять. Поэтому я сделал систему, в которой каждый человек, каждый дизайнер может проявиться. Он может действовать. Первым делом, когда ко мне приходит человек на работу, я спрашиваю, какой это идеальный результат, что ты хочешь? Я хочу сделать тебя счастливым. И почему я это хочу? Не потому что я вот как-то его завлекаю. Нет, потому что я знаю, что счастливый человек принесет мне много денег. Он будет сам счастлив, сам будет делать работу. И смысл в том, что у меня нет сотрудников вообще. У меня есть партнеры, с которыми мы делаем общее дело. Это очень важно, это ценности, которые мы транслируем, это система, с которой я работаю, это то, что делает именно студию. Студия – это не какое-то место, где регламентировано, шаблонизировано. И вообще шаблоны и регламенты – это не обязаловка. Это просто то, что делает нам облегчение жизни всем. А самое главное – это отношения. Отношения между людьми и правильная работа. Поэтому психология, то есть понимание себя. Вот давайте мы уже перейдем к продажам, психологии переговоров, дизайна интерьера с клиентами. Когда мы идем к клиенту, либо когда он к нам приходит, он смотрит в первую очередь на нашу личность. Уже много об этом мы говорили. Он смотрит на нашу личность, как мы проявляем ее через наши проекты. Вот такие или другие. У каждого из вас есть, скорее всего, портфолио. Правильно? У кого нет работ? Есть такие? У всех есть, да? Есть, у кого нет? Ага, сейчас тоже расскажу, что делать. У кого есть работа в портфолио уже? А у кого есть работа в портфолио, которой вы как бы ими гордитесь и такое хотите делать? Точно. Меньше. Хорошо, смотрите. В чем суть? Вас не должно останавливать никогда. То есть есть такое заблуждение, что сначала я сейчас сделаю какую-то работу. Вот сначала я научусь все буду делать, а потом я буду искать клиента. Вот идеальная работа мы всегда будем в силу того, что мы являемся психологически очень ответственными людьми. Многие из дизайнеров, творцы и ответственные. У нас очень высокий порог для себя. Нам очень сложно сделать работу, которая бы удовлетворяла. Пока мы делаем, мы уже вносим новые и новые корректировки. У кого такое есть? Есть. Супер, молодцы. Смотрите, в чем суть. Я этого не знал. Давайте так, я пришел в эту тему, я не знал, что так нельзя. Я рисовал картинки, картинки были не мои. Были дизайнерские картинки, но клиенты это видели и они ассоциировали меня с этими картинками. Поэтому стратегия номер один, вы можете делать визуализацию с каким-то дизайнером. Это возможно. Тоже возможно и показывать. Вы не говорите, что это ваша работа и ваши картинки, но вы начинаете транслировать. И что вы транслируете? Вы транслируете себя в этих картинках. Вы говорите, в этом проекте мне нравится то-то и то-то. Я выбрал вот это, вернее, мне нравятся в этом проекте такие-то решения. Можете делать это на своих работах, которые вы делаете как визуализацию. Если визуализацию вы не делаете, то можно применять, допустим, просто в интернете найти картинки интересные, разные. И начать описывать их, почему вам нравится тот или иной интерьер. И это тоже будет работать. Можно даже выступать с этими темами, в принципе. Можно дойти даже до этого. У меня был случай, когда мы выводили, у меня есть тема такая, что я с эконом-клиентов вывожу на бизнес и премиум людей. Как это делается? Есть технология. Просто человек начинает собирать картинки в интернете и описывать, что и почему ему тут нравится. И начинает публиковать. И дальше он говорит, я бы хотел поработать с этим. Он не говорит, что он уже работает. Он не говорит, что это портфолио. Он говорит, я вижу этот интерьер вот так, я бы хотел в идеале работать с таким интерьером. Его подписчики это тоже видят. И дальше он может спокойно сказать, если стесняется, сказать, что вот этого опыта, допустим, у меня не было. Но я хочу, я полностью хочу сделать это для вас. И давайте, вот я ищу такие проекты. И ненулевая вероятность, что люди обратятся. Потому что они увидят личность человека, они увидят, что он будет готов действовать до результата. Если у вас действительно будет готовность действовать до результата, к вам обратятся. Я прошел это сам. У меня было это случайно. Потом мы повторили это еще один раз. Потом еще один раз. И еще один раз с другими людьми. И это работает. Это тоже можно. Опять же, почему? Почему? Потому что люди любят картинками, но нет ассоциации такой, что вот картинку, которую я вижу, и вот я обязательно должен проверить, есть ли у него диплом, есть ли у него обод или еще что-то. Люди так не мыслят. Это логично, вроде и так кажется, что так должно быть, но люди так не мыслят. Люди не мыслят, покажите мне картинку. Они мыслят, вот я вижу эту картинку, я верю, что человек это сделает. Поэтому, если вдруг у вас это останавливает, это самый такой важный большой страх, пусть это вас не останавливает. Если вы хотите развиваться, можно так сделать. То есть этим мы решаем вопрос, что я пока не до конца готов. Еще что можно сделать? Здесь же, я знаю, этот вопрос очень важный, особенно для новичков. Можно с кем-то вместе работать с проектом, с условием, что вы тоже можете публиковать. И дальше вы напишите, кто работал над этим проектом. Допустим, и вы, и ваши коллеги. То есть это тоже можно сделать. Это вот первая часть. Поэтому смотрите, первая часть мы проговорили психология. Психология это то, что мы хотим, какая у нас уникальность, что мы в мир несем. Второе это продукт, это что, как он выглядит, можем показывать. Дальше, когда мы это показываем, психология, то есть это как мы проявляемся и наш продукт. У нас уже есть нечто. Картинка и почему мы о нем пишем. У нас возникают продажи. Почему они возникают и как вообще продажи идут? Когда клиент приходит и начинает спрашивать, а что тут? Ну, собственно, можно ли у вас заказать? Дизайнер ли вы? Что вы продаете? И так далее. И потом, вот эта первая часть, когда он заинтересовался. И потом мы уже начинаем выводить его на переговоры. Как это делать, я сейчас покажу, расскажу и даже как бы отвечу на тоже ваши вопросы. Вот это вот основная, наверное, часть по тому, как вести и двигаться. Так, давайте по психологии. Сейчас я побыстрее пройду. Ну, могу потом презентацию принципа скинуть, если будет интересно, да? Значит, что важно клиенту? Вот есть четыре основные вещи. Видно, да? Выгода, эмоция, значимость и безопасность. Это то, что нужно клиентам. Это уникальность. Если мы выбираем две из этих вещей, то у нас возникает наша уникальность. Чаще всего наши клиенты хотят либо цена-качество, либо эмоцию работы с нами, либо в интерьере, либо значимость, показать друзьям, знакомым. Либо безопасность, это функциональность. Значит, чтобы все было продумано, чтобы все было там на месте. Вот бизнес-класс – это выгода чаще всего и безопасность. Премиум-сегмент – это чаще всего эмоция и значимость. В общем, комбинируя вот эти вещи, бывают выгода и значимость, бывают эмоции и безопасность, тоже, кстати, премиум-сегмент. И мы можем… То, что касается нас, то, что вот мы считаем в себе самое важное. И если мы это транслируем, то на это приходит клиент. Здесь очень важная вещь, когда мы привлекаем клиента, чтобы у нас были только две вещи из четырех. Не надо все вообще пытаться туда сделать. То есть, как можно здесь делать упражнение? Можно выделить, ранжировать от одного до четырех самые важные вещи. Понятно немножко, что я говорю сейчас? Супер. Тогда ранжируйте от одного до четырех, и вот первые два, то есть, если сложно выбрать, все равно выбирайте первые два. И это вы будете транслировать в своем описании, в своих кейсах, на это давить и показывать, делать упор, и на это придут клиенты. И когда они к вам придут, вам будет очень просто им продать, потому что они пришли именно к вам. Не бойтесь оттолкнуть других клиентов. Они не ваши, вам будет с ними сложно. К примеру, у меня, если у меня в бизнес-классе я не работаю с эмоциями и значимостью, например, у меня только выгода и безопасность, у меня студия работает. И там у меня бизнес-проекты, которые я показывал, там мы привлекаем клиента на то, что у вас будет цена-качество, и все функционально, все по системе будет сделано. Система, кстати, здесь еще. Если я с премиумом работаю, в принципе, я иногда даже могу договор не подписывать, потому что там эмоционально очень важная значимость. Мы можем, даже если у нас компания, либо у нас есть два вида услуг, у нас могут быть разные уникальности. Но очень важно не смешивать, очень важно понимать, сначала одно запускаем, потом второе. С чего-то надо начать. Как разобраться в этом? Кто бы хотел разобраться? Все. Если хотите разобраться, то, соответственно, разберетесь. Ну, как бы хотите, разбирайтесь. Значит, продукт. Как выбрать продукт? Премиум, эконом или бизнес-сегмент? Ну, я не то, что там как бы сами разберете, мы продолжаем разбираться. Выбирайте, что вам важно, что вас зажигает. Именно эмоционально, что бы вы хотели, да? Как вы готовы работать? С кем работаете, с кем нет? И свои границы. Вот эти вот четыре основные вещи вы прописываете, и вам становится суперлегко. С кем работаете, с кем не работаете. С какими проектами работаете, с какими нет. Вплоть до от метража, либо ценника, либо как себя ведет клиент. Вы заранее себе это прописываете, потом начинаете в своих постах транслировать именно это. Что я с таким-то не работаю, вот почему. Мои границы такие-то, и вот почему. Как мы готовы работать, и вот почему именно так. Почему так готовы работать, а не по-другому. Тем самым мы проявляем себя в своих картинках, в своих постах. Рассказываю. Самое ценное, это не польза. Не надо пользу никакой унести клиенту в постах. Надо рассказывать, как мы работаем, но почему именно так. И показывать результаты. Две вещи должно быть в контенте полезном. Это результаты, какие достигаете вы. Это картинки. Либо как бы вы хотели работать, либо какие результаты у вас есть. И второе, почему именно так, в чем ваша особенность. Все, больше не нужно, не надо пользы никакой. Потому что на самом деле вот польза, когда мы пишем какую-то, она не полезна. Потому что клиент все равно сам это не воплотит. Им нужен эксперт. И мы являемся именно этим экспертом. Наша задача, чтобы он делал это с нами. Это польза. Продавать это польза. Не продавать это польза. Консультировать и давать пользу, это не польза, это вред. Просто это важная вещь. Ни в коем случае этого не надо делать. Важно, чтобы консультировать, чтобы он купил. Потому что если он будет делать сам, он ошибется, естественно, он уже не профессионал. Мы перекладываем на него ответственность Ему кажется, что он что-то понял Начинает делать Говорит, я сам справлюсь И в итоге ошибается Потом теряет деньги Потом скажет, что дизайнер что-то ему не то посоветовал Он же не скажет, что я что-то не то понял Скажет, дизайнер мне дал не тот совет Поэтому наша святая обязанность продавать Все равно это выгодно Это выгодно и вам, и ему Кто деньги любит? А кто стесняется брать деньги? Поднимите руки Отлично Да, не стесняйтесь Потому что когда вы берете деньги Вы несете пользу людям Это важная вещь Если ваш продукт классный Если вы в него верите Если этот продукт с вами родной Это часть вас То почему мы стесняемся брать деньги? Наша прямая обязанность их взять И взять побольше Чтобы клиент получал удовольствие Когда мы покупаем какую-то фигню дешевую Мы к ней так и относимся Когда мы идем в бутик И покупаем какую-то дорогую вещь Мы чувствуем, что мы сами значимы вообще для себя Позвольте клиенту заплатить дорого Он кайфанет И вы Что продаете и кому специализации? Не стесняйтесь говорить С этим мы работаем Почему купить у вас уникальность? Это мы сказали И ценность То, что мы сейчас обсудили Система выстраивания отношений Как она работает? Первое Понимание себя Понять, кто я Для этого используйте тесты Рекомендую Тест Оксфордский Тест Шварца По ценностям Ну, в принципе, вот это основные достаточно Там всего пять А, пятифакторные Вот три давайте Пятифакторный анализ личности Оксфордский И Шварца С этими тестами можно прийти к любому психологу Либо ко мне на консультации И все будет понятно Всю уникальность Либо сами разберетесь Там все корректировки есть Второе Понимание своего продукта Что вы делаете? Понимание клиента Аватар Умение общаться Предложить больше, чем он ожидает Безопасность системы достижения результата И доверие умножения эффекта То есть Сейчас мы об этом тоже поговорим Насколько успеем Что должно быть для продаж? Вот смотрите Вот это все Вот это все Мы делаем для того, чтобы начать привлекать клиента Как работает вообще? Мы начинаем рассказывать о себе Делиться И клиенты к нам приходят Дальше Дальше очень важно Не уходить в консультирование А подготовиться для продаж Для этого нужно позиционирование Сделать свое социальное доказательство Суть продукта Сделать Что он не может купить в другом месте Вот это очень важная вещь Когда мы соединяем Вот это вот очень классный лайфхак такой Когда вы соединяете свои ценности с вашим продуктом Он не может вас сравнивать с конкурентом вообще Он не может сказать А вот где-то за углом дешевле Потому что ваш продукт становится уникальным Когда ваша уникальность связывается с вашим продуктом И с технологией работы Это очень важно Тогда уже можно вести переговоры о покупке и о цене И в сделке нужно влиять на клиента Сделка это всегда влияние на клиента Всегда он сомневается, он боится У него есть страхи и опасения Как у многих из вас Я сегодня спросил, есть ли страхи и опасения Да Но что с этим делать? С ними надо работать и бороться И вы должны тоже работать и бороться со страхами клиента Потому что он понимает, что надо купить Но он не покупает почему-то пока Так, значит, модель продаж Давайте я покажу Мы сейчас говорим про уникальность Давайте я покажу упаковку немножечко свою Как мы сделали Как соединить ценности свои личные Называется это контентная визитка Либо аватар Цифровой аватар давайте так назовем То есть мы создаем цифровой аватар По сути это анимированный инстаграм Где? Можно, пожалуйста, свет притушить чуть-чуть? Кто там? Вот, спасибо Вот здесь, вот здесь важно притушить Чтобы экран был А, супер Смотрите, мы создаем аватар свой Можно мотать, да Можно сильно долго не читать Просто промотайте И скидываем это клиенту Мы читаем заголовки и смотрим картинки То есть здесь мы рассказываем по сути о себе Самые какие-то важные вещи Пусть, да, мотайте, чтобы прочитать нельзя было Но вот, чтобы вот, да Нет, нет, это хорошо Клиент так и смотрит Он же не будет вчитываться в это все Это важно Сейчас очень важно, как бы Смотрите, на что вы обращаете внимание Да, вот какие-то Просто что-то вы выхватываете Клиент так и будет смотреть о вас Он не будет там шерстить и просматривать Он в целом просто принимает решение Как бы больше да или больше нет И он здесь должен считывать некие ценности Можно дальше мотать Какие-то, да? Чуть-чуть помедленнее можно? Да Да, вот книга кто-то смотрел, да Дизайн вот у нас есть, то, что я показывал Здесь на самом деле Я специально сделал такую соляночку Когда вы делаете, вы не делаете солянку У меня очень много здесь разных продуктов и сервисов То есть здесь это обо мне Вам нужно связать это с дизайном Но смысл такой Заголовок, строчка текста, картинка Заголовок, строчка текста, картинка Клиент читает заголовок Смотрит картинку Если ему интересна именно эта тема Он ее просматривает Да, да, мотаем, мотаем Все хорошо Нормально, нормально Я, смотрите, да Так много специально, чтобы посмотреть Ну, как бы, как оно бывает Все, можно заканчивать Какие, какое впечатление у вас? Вот, допустим, вы меня не знали или смотрели То есть какое впечатление от упаковки создается? А? По очереди Включите свет, пожалуйста Опытный Отлично Что еще? Да, да, еще Нормальный Нормальный Да, эксперт еще Публичный Слишком много кто-то сказал, да? Замороченный Это надо Дизайнер должен быть замороченный То есть такое внимание к деталям Путешествия Путешествия Да, что? Да Отлично Да Да, да Сколько про животных? Отлично Вот, смотрите, мы смотрим, какие ценности мы можем транслировать То есть, опять же, прошло сколько? Там, минуту мы смотрели Клиент вот так вот в WhatsApp промотал И все Он уже, у него уже есть некое представление о нас И мы выходим на продажу Не просто так Что ты за дизайнер? Что ты нам будешь продавать? Он уже подготовлен Ничего себе, с каким человеком я общаюсь? У нас уже есть некая подготовка Он уже, как бы, смотрит и уже общается с более, как бы, продвинутым человеком Да В какой момент? Ну, смотрите Смотрите, как бы, тут очень важно Как к вам приходит клиент Сейчас мы об этом поговорим Ну, давайте сразу отвечу, кстати Ну, в принципе, давайте, да Мы можем в диалоге отвечать на вопросы Смотрите, в чем суть Когда мы продаем Есть две модели продаж Есть блогерская модель продаж Когда мы ведем Мы постоянно подписчиков себе ведем И есть, когда человек один раз нас видит И больше он нас не увидит Это, как бы, продажа, там, за счет рекламы И всего остального Вот, когда мы продаем за счет рекламы Наша задача не просто, чтобы он Ну, он видит картинку И он приходит к нам на консультацию В этот момент мы должны между консультацией и картинками Нашим проектом Показать себя каким-то образом То есть мы говорим примерно следующее Слушайте, у меня есть некое спецпредложение для вас Хорошее, качественное, интересное Вот, если вы хотите получить такой-то результат Допустим, получить концепцию Получить планировку Получить, ну, как бы, подбор правильных строителей То, что ему важно Давайте придем Ну, вы придетесь ко мне навстречу И, ну, в зуме, да, допустим И мы с вами поговорим Вы, как минимум, получите это до результата Вы говорите, да, интересно Отлично Значит, чтобы не тратить там ни ваше, ни свое время Можно, вот, посмотрите буквально 3 секунды Сходимся ли мы по ценностям вообще Как, ну, познакомимся там о себе И вы расскажете о себе, я о себе Мы делаем наш аватар, цифровой аватар То есть, в принципе, так же, как мы знакомимся с клиентом в реальности Мы делаем это в интернете Это нас обеспечивает огромным потенциалом Мы можем просто это отправлять всем людям, которые пришли к нам по рекламе И сначала смотреть, больше да или больше нет То есть те люди, которым это не подходит, они отваливаются Те люди, которые подходят, они подогреваются очень сильно Это занимает там 30 секунд Вы так и говорите, буквально 30-50 секунд Не надо все читать Просто пролистайте Когда пролистаете, придете ко мне Он пролистал, он что-то уже зацепился Он говорит, о, классный дизайнер То есть, момент до того, как мы выходим на встречу, желательно это сделать Чтобы каждый раз новому клиенту это не рассказывать Вот примерно такой пример Поэтому позиционируем создание доказательства Наша задача показать, что мы классные, нормальные, просто, ну, как бы, вменяемые люди И с нами прикольно, интересно работать Дальше Суть продукта Не может купить в другом месте Здесь мы придумываем, как раз соединяем нашу личность, да, с нашим Да, наши ценности с нашим продуктом Что я делаю дизайн, там, с учетом, например, типа личности Если кто-то астрологией увлекается, либо нумерологией, либо еще чем-то Здесь такие есть, точно знаем Либо мы говорим, что мы делаем дизайн точно под бюджет Вот если у вас там конкретный денег столько, мы в него впишемся Либо кто-то говорит, мы сделаем там дизайн, чтобы там попасть в журнал То есть зависит от того, какая ценность есть у клиента и что есть у нас, что мы можем преподнести Как правило, это идет исходя из нашего предыдущего опыта Поэтому мы соединяем Вот это вот предложение, оно делается, как правило, там за час-полтора Ну, как бы мы его придумываем Ну, то есть это надо поработать именно Пройти тесты свои И с этими тестами прийти, ну, либо самим расшифровать, да Либо поработать с этой темой, чтобы соединить это со своим продуктом Тогда что получается? Клиент видит нас Он видит, что мы даем результат, который ему нужен, который он хочет Он хочет этот результат Он не будет торговаться с вами Если он видит, что все хорошо И почему? Потому что наш продукт становится суперценным Наша задача перед тем, как мы начинаем продавать до продажи Сделать суперценный продукт Для этого мы повышаем свою значимость И создаем продукт, идеальный для этого клиента Тогда продавать ничего не надо Это вот продажи без продаж возникают Понятная идея? То есть продажи без продаж идут, когда есть подготовка, есть бэкграунд И наша задача не выйти на встречу и не называть стоимость И не давать ему совета А подготовиться к тому, что ему будет интересно с нами общаться По сути мы продаем интерес общения с нами Понятна идея? Как сделать, непонятно, да? Сейчас буду отвечать на вопросы. Модель продаж, вот она. Сильное предложение, крепкая переговорная позиция, отсутствие нужды. Очень важно еще, очень чувствуется, когда нам прям очень надо продать. Это состояние надо убрать. Обязательно. Да. А вот расскажите, чем вы лучше дизайнер, чем другой. И вот начинает дизайнер рассказывать, я и это могу, и это найду. Это очень часто. Это прям заложено у нас, мы начинаем отвечать. Это нужно просто потренировать, что так не надо отвечать. Я говорю, я честно скажу, я не лучший дизайнер. Я бы так сказал. Проблем тут нет. Но я лучше в чем-то. Вот вам что больше всего нравится? Скажите, какой идеальный результат вы хотите получить? И мы об этом поговорим. Я скажу, смогу или нет. Он вам говорит, вы говорите, слушайте, я с этим не работаю. Либо как раз-таки в этом ситуации я могу помочь. Вот такие-то кейсы были. То есть очень важно перехватить тут инициативу, начать с ним работать. Сейчас мы это поговорим, тоже потренируемся. Значит, квалификация. Не надо продавать тем, кому продукт не нужен. Если он говорит, мне надо супер дешево, а у вас не ключевая компетенция делать супер дешевый эконом. Вы говорите, вы знаете, я не работаю с проектами от 100 метров. Но чтобы клиент не обиделся, вернее до 100 метров. Вы говорите, ну у меня есть коллега, друг, я бы вас посоветовал. Он тоже хорошо сделает. Вот я, к сожалению, не могу, загружен. Можно так сказать. Так, наличие планов, этапов переговоров. Очень важно тоже, потому что качественная продажа возникает, когда у нас есть план. Так же, как в дизайн-проекте. Почему-то многие дизайнеры думают, что, ну или вообще многие люди думают, что продажи тут как-то нужно заговорить зубы. НЛП какое-то применить. Нет. Продажи, да, или гипноз. Продажи простая технология, так же, как мы делаем дизайн-проект. У нас есть там планировка, визуализация, чертежи, подбор мебели, стройка. Тут у нас есть система, и в продажах тоже есть система. Ничего необычного. Вот надо ее знать и исследовать. Значит, подтверждение интереса клиента на каждом этапе. Нужно каждый раз спрашивать, полезно ли ему, интересно ли ему. Если он где-то теряет интерес, не надо двигаться дальше. Лишнее будет. Движение от этапа к этапу, без потери инициативы. И без скриптов и алгоритмов и сценарий. Никаких скриптов не надо. Вы сейчас в этом убедитесь. Как продавать? Что нужно? Изучить психологию. Базово все равно надо это сделать будет. Это нам потребуется всегда. Все равно дизайнер абсолютно точно должен изучить психологию. Без этого бессмысленно. Потому что у нас очень много общения. 50 или более процентов у нас именно общение идет. Обязательно нужно понимать задачи каждого клиента, поставщика и так далее. Что есть на конкретном? Психология. Сейчас скажу. Сейчас скажу, да. Сейчас буду отвечать на вопрос, все скажу. Знать аудитории продукт. То есть с каким работаете и ваш продукт. То есть не брать тех, кому не нужен. И знать уметь применять порядок продаж. То, что сейчас посудили. Для ведения проекта. Предупреждающая позиция. И мы управляем, ведем. Сделано за тебя. Это значит, когда мы даем клиенту почувствовать, что все будет сделано за него. То есть все будет гарантировано вместе с нами. Это очень сильная позиция получается. Если он в это поверит. Если мы сделаем так, чтобы он поверит, он заплатит любые деньги. Но если поймет, что вы сделаете сами. И будет технология ему нужна. И вы берете на себя ответственность. Проблемы на проекте, проблемы клиента. Это неправильно. Это ваши проблемы. И мы их решим. И личная граница. Быть хорошим не полезно в этом плане. Личная граница свой ставим. И хорошим быть не нужно. Нужно быть хорошим не с точки зрения общения, отношений. Иногда клиенту надо сказать, что так делать не надо. И объяснить почему. То есть мы как профессионалы знаем, что делать. Совет на тренировку. Как переговоры делать. Спрашивать, не отвечать. Меньше говорить. Дать говорить клиенту. Не убеждать и отстраиваться под стереотип. Спрашивать, что клиент имеет в виду. Не догадываться. Всегда спрашивать, задавать вопрос. Не пытаться показать себя экспертом. Не терять статус. Не давать продавливать себя. Не давать манипулировать. Для чего вам это? Связь с будущими целями. Вот это очень хороший вопрос. Для чего клиенту. Почему он хочет именно этот дизайн? Почему он хочет именно так? Почему ему важно именно то, что он сказал? Всегда спрашиваем. И потом мы привязываемся к его будущему. Очень важный вопрос. Если вы просто этот вопрос запомните, это суперсильно поможет вам. Очень простой вопрос. Знаете, бывают разные тесты типирования клиентов. Давайте погадаем, кто он по гороскопу, посмотрим, каким образом он должен, кто он по лицу. Разные там соционики есть и так далее. Есть очень простой ответ. Просто спросить, как вы видите идеальную работу с дизайнером. Просто спросить можно. И он вам ответит. Из ответа будет понятно, собственно, что делать. Потому что он ответит ровно то, что он хочет. Мы скажем, отлично, именно это есть в нашей системе. Именно это мы даем. Все, не надо ничего выдумывать и мудрить. Самые важные вопросы. А, это уже следующее. Это вопрос, который вы на самом деле написали и который я тоже ответил. Давайте я теперь с вами немножко поработаю. Из того, что я сейчас сказал, если какие-то вопросы есть по продажам, по клиенту, по психологии, готов ответить. Кто-то спрашивал, что психологии изучать. Смотрите, в психологии изучаются несколько вещей. То есть написано очень-очень много всего, все сводится к одному. Изучаем Юнга, Карл Юнг. Там психотип у него есть. Это самое основное. Все остальные теории построены именно оттуда. Второе, что очень важно, это как работает мозг. Берите любую книгу. Они все эти книги, я прочитал все. Они построены все по одной и той же методике. Они сделаны. Есть исследования ученых, которые проводят эксперименты. И дальше с мозгом выявляют нейробиологи. И потом предприниматели берут эти выводы и используют это для своего продукта. Вернее, для своей книги. И в итоге все книги, они примерно об одном и том же. То есть как работает мозг, и как это связано с психологией влияния поведения человека. Вот второе, это можно прочитать одну хорошую книгу какую-то по работе мозга. Когнитивные искажения. Какая вам первая предпринимательная? Смотрите, давайте так. Я сейчас не могу сказать точно, я не могу ее вспомнить. По работе мозга. Давайте так. Думай. Вот есть одна. Сейчас. Думай. Медленно решай быстро. Вот такая есть. Знаете? Можно такую взять. Можно любую другую взять. Таких много книг. Они все по одной кальке написаны. Значит, психология влияния Чалдини обязательно. Обязательно. Психология влияния Чалдини. Это третий параметр, который нам нужен. Давайте еще раз резюмируем, что нам нужно. Первое, это психотипы, как идут. Второе, это как мозг работает. И третье, влияние, социальное влияние, психология влияния. Вот три вещи нужно изучить. Потому что это дает нам понимание, как человек мыслит на уровне инстинктов, как человек мыслит на уровне социального и как управлять людьми. Все, больше ничего не нужно. Социальное влияние можно говорить? А? Социальное влияние тоже не поведено? Нет. Ну вот я три сказал. Значит, Юнга, Чалдини и психология влияния. И этот самый. Думай медленно, решай быстрее. Как пример. Социальное влияние здесь гнида контраста. Психология влияния называется. Психология влияния. Там есть 8 инструментов основных, с помощью которых можно влиять на человека. Принцип контраста, принцип взаимного обмена, ну и так далее. Принципы благорасположения и так далее. Еще вопросы? Да. Вы говорили про то, как подняться на высокий сегмент. Есть ли это технология выхода? Да. Как выйти на высокий сегмент? Первое, надо понимать, что высокому сегменту, в принципе, ну как бы все равно, сколько стоит сам дизайн-проект. Поэтому дизайн-проект может стоить 3, 4, 5 тысяч. Это нормально. Второе, они должны чувствовать уверенность. Они должны чувствовать понимание, что их дизайнер сделает. Для этого у них должна быть некая связь. Они покупают с помощью того, что у нас есть система. Но система это не главное. Главное, что дизайнер его чувствует и понимает. То есть общается уверенно, общается с ним на одном уровне. Даже, то есть ни в коем случае, как бы не является карандашом, а является экспертом. Такие люди чаще всего ищут человека, который соединит все его желания, которых у них много, конечно, картинок, в какую-то понятную и естественную структуру, с помощью которой сделает картинку, покажет ему визуализацию. Визуализация тут крайне важна, очень важна, потому что они, ну как бы, видят глазами. Как бы даже не столько проектирование важно, сколько идея, идея воплощения. Им очень важно, чтобы вы их где-то отговаривали. Потому что очень часто они сталкиваются с такими ситуациями, когда люди, поставщики говорят, как вы пожелаете, да, ваше величество, сделаем как нужно. Вот такого не нужно делать. То есть очень важно сказать, нет, вот здесь вот это будет, ну как бы не нужно. И объяснить почему. Ну то есть почему так делать не надо. Вот, это важная часть. И ключевое здесь является вот две вещи. То, что я показывал, это умение показать этой картинке, что мне нравится. И объяснить, что вот я вот нормальный человек. Но этого недостаточно, нужно на встречу прийти. И на встречу тоже нужно проявить себя очень хорошо. У меня был случай, когда вот, ну меня вызвали, ну сейчас это будет кастинг. У этого клиента будет там, не знаю, 10 дизайнеров, 5 дизайнеров. Вы, если знаете психологию, знаете, умеете продавать на встречу, то вы этот кастинг точно пройдете. Есть технологии, как так делать. Рассказать? Да. Супер. Что делал я? Значит, ситуацию, рассказываю историю. Значит, мне написала помощница, богатого человека, которая звонит мне, говорит, вот мы посмотрели ваши картинки. Я говорю, как вы посмотрели? Она говорит, мне вылезло в интернете, пока я в метро ехала, ваш сайт, какая-то реклама была. Я говорю, прикольно, интересно. А вы точно как бы премиум клиент? Да, так говорит, я помощница. Я говорю, отлично, что нужно делать? Вы знаете, он смотрит дизайнеров. Я такой, так, блин, смотрит дизайнеров. Я говорю, ну ладно, а что смотрят? Говорит, вот такие-то работы, приезжайте, пожалуйста, к нам. Я думаю, ну ладно, съезжу в центре Москвы, у нас офис. Я такой, окей, интересно. И приезжайте, посмотрим. Я приезжаю, смотрю офис, я делаю предложения. Все дизайнеры сразу же предлагают ему что-то работать. Что я предлагаю всегда? Я говорю, постойте, платить ничего не нужно. Давайте мы посмотрим, я предложу вам концепцию некую. Я знаю, что я и моя команда, мы поймем, что нужно клиенту, и предложим концепцию. Я через три дня приеду к вам, вместе уже с каким-то результатом, и мы его обсудим. Он говорит, да, отлично. Зачем я это сделал? Я купил время его. Я купил еще час времени на презентацию. Мне это было самое важное. То есть, когда я приеду уже с какой-то готовой работой, с любой, даже если она будет неправильная, мне не важно. Потому что я его спрашиваю, что мне нравится, почему? А, да давайте, конечно, исправим. Уже начнется работа. Поэтому за 30 минут, ну там было 15-20 минут, мы просто посмотрели друг на друга. Я ему сказал, как бы, что денег не надо, что я вам сделаю через три дня уже результат. Он говорит, ну давай, чем я рискую? Да ничем. Временем я особо не рискую. Значит, нарисует, будет молодец. Не нарисует, как бы выгоню, возьму другого. И в итоге что получается? Я приезжаю с концепцией. Мы позанимались, поработали, сделали именно концепцию. У нас заняло это примерно два дня. Мы сели в часах, чтобы, если мы считаем, да, это занимает, ну, например, там 10 часов мы потратили. По, допустим, 500 рублей в час. То есть, у меня это стоило там не больше 10 тысяч рублей. Но я взял заказ потом, ну, как бы, благодаря этому, на большой офис в Москве, в центре. И два дома я ему сделал. То есть, это, по-моему, очень хорошая сделка. Вот. И дальше еще очень важный момент. Вот такой, я вижу, что, когда я привожу концепцию, я уже знаю, что нормально. Что-то ему не понравилось, мы это сказали, что учтем. Я говорю, теперь я готов сделать предложение. Вам нравится то, что я сделал? Он говорит, да, нравится. Ну, потому что он только что рассказывал, что мне нравится, что не нравится. Но я вижу, что у вас есть, ну, как бы, некие комментарии. Он говорит, конечно, есть комментарии. Вы хотите, чтобы мы их исправили? Да, хочу. Так давайте мы их исправим. Я говорю, давайте. А вы готовы работать? Вы уже, как бы, осознанный человек, условно? Он говорит, да, я хочу. Вы выбрали, что вы будете действовать этим путем, что он рисовал? Да. Тогда давайте заключим контракт. Он такой говорит, ну, давайте. Сколько стоит? Я говорю, столько-то. Он говорит, ну, нормально. Но вот хочу вам сказать, можно вот 10% и договорились. Минус. Притягивать руку. Я очень важный тоже момент, ну, такой психологический, тоже можете его использовать. Ну, конкретно случай. Я говорю, что, да, честно могу сказать, мне очень нравится ваш проект. Он классный, интересный. Я с удовольствием хотел бы с вами работать именно в этом проекте. Но скажу честно, я работаю, как бы, с этим проектом, да, у меня, я могу вам сделать скидку 10%, я могу даже 20%. Я могу даже бесплатно с ним поработать, мне так он интересен. Но тут возникает еще один момент, что, когда я работаю, мне очень важно, ну, как бы, быть воодушевлен проектом. Вот я очень загорелся им. Я не хочу это додушевление терять. Я не хочу, чтобы, как бы, нужда меня заставила оторваться от вашего проекта и заниматься какими-то денежными вопросами. И он такой говорит, ну, да, в принципе, логично. Я говорю, и в этом понимании, то есть, если, я понимаю, что, как бы, вы привыкли торговаться, это тоже нормально, да, вы так сделали бизнес. Но в этом понимании, то есть, если вы заказываете творческий проект, то очень важно, чтобы этот творческий проект, как бы, был сделан с душой. Как бы, а душу я хочу вкладывать, но у меня может быть ограничение. Я с удовольствием вам сделаю, если риски того, что моя душа не найдет вдохновения, перекладывается на вас. Ну, то есть, условно. Я так не сказал, но смысл такой. Он такой, да. Он говорит, я иду дальше, я иду в наступление. Я говорю, следующее. И тогда, в принципе, я так подумал, трое разумно мне даже доплатить. Доплатить. Я говорю, давайте назначим некий бонус, если прям моя душа сделает очень круто и вам супер понравится. Вам же, как бы, это не супер, ну, ничего, ну, как бы, не сильно много, как бы, стоит будет. Но результат будет классный. Он говорит, давай, дополачивать я не буду, но я тебе, как бы, сто процентов авансом. И охранника зовет, он ему приносит пачку денег, говорит, вот тебе там, ну, сколько там, тысяч долларов. Я такой, ну, нормально. Вот так. Почему это произошло? Потому что. Потому что это все психология, это все управление, это все понимание. Почему так я сделал и не побоялся? Потому что я знал, что ему нужно, я знал, кто он. Я уже все прочитал, я понимал, что нужно. И я не побоялся этого сделать, потому что у меня не было страха. Я понимал ценность, у меня была ценность, она была повышена. Он увидел, что у меня это есть, и я это сделал. Если бы он сказал нет, я же сказал, что да, готов. Если бы он сказал нет, слушай, ну, ни в коем случае, я бы сказал окей, и с недовольным условным лицом взял бы минус 10%. Но я понимал, что на это не пойдет, и мне это важно. И у меня не в деньгах счастье, а в том, чтобы сделано, было нарисовано классно. Я говорю, ну, я за это гарантирую вам результат, потому что будет супер классно, я буду работать на совести, буду днями и ночами видеть ваш проект. Так можно делать. Это все является такой продажей и работой, когда она работает. Еще? Супер. Презентации я подготовил. Да, вот еще очень важный момент. Пока вам не делают, ни в коем случае нельзя работать именно над его проектом. Вообще ни в коем случае нельзя давать готовые решения кому бы то ни было, пока вы не заплатили. Надо говорить, как это может быть. То есть надо показывать, как это может быть вообще, и разжигать любопытство и идеи. Ни в коем случае не рисуйте планировки. В крайнем случае, там, ну, одну комнату можно нарисовать, остальные идеи. Накидывайте, как можно, больше идей. И вовлекайте клиента дальше в обсуждение. Пусть он тоже примет решение. Пусть он тоже, как бы, поработает. Вовлекайте, это важно. С премиумом тоже важно. Есть люди, которых времени нет и которые, ну, не хотят вообще работать. Это как бы, это один тип. Мне попадаются очень часто люди творческие. Я просто говорю, я вижу, что вы творческий человек, давайте вместе покреативим. У вас же много идей? Я говорю, да, конечно, много. Давайте вы будете вместе, мы будем вместе рассказывать, показывать, и мы вместе креативите. Я буду давать вам решение. Это вот важная часть. Вот такой, да, да, действительно. И потом мы посмотрим на визуализации, как это будет выглядеть. Какой? Ну, я могу, да, индивидуально показать, кому интересно. Девочки, у нас тайминг, 5 минут осталось выступление, это мы уже добавили 10 минут, потом у нас будет небольшой нетворкинг на улице. Договорились, что мы подадим? Да. Дают, 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 дают. Нет, такого не бывает. Значит, вы неправильно позиционировали. Мы продаем идею создать вам обратную связь. Чтобы вам было сделать классно, чтобы не тратить потом ваше время в 10 раз больше не переделывать, сейчас давайте тратим всего 20 минут для того, чтобы как бы обсудить да или нет. Не, такого не бывает. Значит, он не заинтересован. Вы, значит, сделали ошибку на первоначальном этапе. Не бывает такого. Как платит? Но он же у вас купил, он зачем-то заплатил. Вы когда берете заказ, у вас есть порядок работы, то, что я показывал. Обязательно должен быть порядок работы. Порядок работы заключен в том, что вы заранее продаете ему идею, как вы будете работать и почему это важно. Потом к нему возвращаетесь. Такого не бывает, нельзя. Вы управляете процессом. То есть перед тем, как вы идете вперед, вы управляете процессом. Вы обязаны это сделать. То есть, ну вот если нужно будет, это расскажу. По мелочам, конечно, не надо, но вы идете к согласованию. То есть, да. Я референс. Да, все верно. Да, 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 да. Конечно. Да, но я преподнес это так, как это его идея, как будто это чуть ли не он дизайн сделал. Я угадал его желание. Конечно, да. А как вы угадали? Ну я же дизайнер, я знаю, как это делать. Нет, но изначально он же какие-то... Чего же он не давал? Нет, ну конечно мы обсудили. Я показал ему на iPad картинки. Я спросил его, что ему нужно. Я примерно понял, что нужно. И смотрите, у нас нет задачи угадать, что он хочет, чтобы вы понимали. У нас есть задача подобрать похожие референсы и обсудить 50 референсов на следующей встрече. Назвав это концепцией, бесплатной работой. Понятно? Не то, что визуализация. Нет, какие визуализации? Нет, ничего не делаем. Мы подбирали картинки под него, да. Да, 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 да. Мы подбирали картинки, да, да, да. Потому что мы хорошо готовимся. Так, у нас мало времени осталось, насколько я понимаю. У нас все прям 2 минуты. 2 минуты. Давайте вот, ну не знаю, тут много на самом деле вопросов. Очень. Да, много что рассказать. Не знаю, что еще мы сделаем. Вот ваши вопросы, которые были, да. Как привлекать клиента и как потом довести до покупки схема. Давайте быстренько прокомменшим, наверное, будет полезно. Значит, вопрос, который мне Аня прислала, она вас спросила, что вы заполняли это. Значит, подготовиться заранее. Это я сказал, обязательно привлекать клиента, да. Второе. Упаковка, чтобы клиент понял, кто такой. Контентная упаковка, виртуальный аватар. То, что я показывал, да. Третье. Упаковка себя, сайт. Кто, чем занимаешься, виртуальный аватар. Вот оно и есть. Собственно, второе, третье похоже. Про первые контакты. Как провести проект планировочного решения? Это что такое было? Я на планировку. А, да. Продажи первого этапа. Можно так делать. Да, вот я знаю, что Аня тоже так говорит. Делать так можно делать. Это нормальная тема. Если клиент не готов целиком, то можно продать ему часть. Но если он готов целиком, можно продать целиком. То есть тут как бы можно и так, и так. Как считаете нужным? Если клиент будет как бы стопориться, говорить, давайте начнем с технического задания. Лучше я бы даже не планировку продавал, я бы продавал техническое задание вообще. Вот то, что я сказал. Да, это нормально. Обычно он говорит, да, это 20% стоит, я могу вам сделать там за 10 тысяч 15 как бы предоплата. Ну, потом да, конечно. Нет, все это делается, если вы как бы умело это делаете. Так, и второе, придумать тест-драйв, вот, о чем можете поговорить. С клиентом. Это вот техническое задание. А вы в сети вам видите? Кого мне? Нет. А можно вопрос? Да, давайте. А про электронную аватарку это можно? Или просто, например, там, ссылка? Вообще без разницы, можно. Но должно быть там упаковка, чтобы он посмотрел. Уже не будет по всей соцсети лазить. То есть здесь вы просто промотаете, и все, будет готово. Ну, а по соцсети как будет? Так же мотает? Ну, да, вы должны быть уверены, что он промотал. Если вы в соцсети можете сделать так, что он так промотает, то подходит. Если не можете, то не подходит. То есть он должен промотать, посмотреть. Можно видео записать. Посмотрите буквально минуту видео, там можно все это дело как бы рассказать, промотать. То есть самое важное, чтобы он как бы ознакомился с нами. Вот это ключевое. Как это будет сделано, в какой соцсети вообще не важно. То есть главный смысл, который мы доносим, что да, этому человеку можно доверять. Этот человек как бы не просто с улицы какой-то, а он интересен. Имеет смысл тратить на него время. Вот какой смысл основной. Девочки, нет-нет-нет, вопросы потом у нас будет 10 минут на балконе, иначе мы что-нибудь разыграем, и вы все уедете в Русаш куда-нибудь. Так, ну давайте, там еще немножечко осталось. Давайте так, вопросов я вижу много. Кто бы хотел со мной поработать? Есть? Я вам сейчас в конце скажу, что как можно будет сделать, и сможете со мной поработать, и я отвечу еще дополнительные вопросы. Окей? Продам вам что-нибудь полезное. Книгу, кстати, кто купил? Молодцы, супер. Вот, вам тоже уже бонус будет. В смысле, курс еще? Курс, да, да, конечно. Как вести коммуникации с клиентом? Тоже вопрос. Значит, статус «У меня все ок», спокойствие, уверенность в работе по системе. Моя ценность – помогать клиенту, но не решать его проблемы. Прям как бы делать вид, что ты помогаешь. И в чем помощь заключается? Помощь в том, что он понял, что выгодно работать по вашей системе. Мне в этом помощь. Не помощь в решении конкретной задачи, а с пониманием, что только благодаря вашей системе будет результат. Когда я понял, что только благодаря системе есть результат, и стал это транслировать, люди стали говорить, ну, у тебя же есть система, мы хотим по ней работать. Соответственно, они стали покупать. Когда я решал задачи клиента, помогала с планировкой, еще что-то, они говорили спасибо, мы дальше сами. Не надо так делать. Показывайте систему и показывайте результат. Вот, мне даю конкретные решения. Рассказываю, как решали такие задачи. Вот очень важная еще вещь. То есть, как вы, либо ваши знакомые решали такие задачи. Эти кейсы могут быть ваши, либо вы можете у кого-то узнать. Вот на конференциях вы бываете, записывайте все кейсы. Ведь один мой знакомый дизайнер такое делал, и у него получилось. Почему бы у вас это не получится? Продаю идею системы. Вот она, последняя. Понятная идея системы? Да. Вот книга тоже есть. В книге система, которая показывает, как делать комплектацию. Тоже ваш вопрос, как продавать после сообщения, а сколько стоят ваши услуги. Вот очень важный. Блин, мы не все не успеваем, да? У нас сколько там времени? Закончилось 15 минут назад время. Ну что тогда? Что, прервемся? Смотрите, я предлагаю небольшой нетворкинг возле бассейна. Там уже холодно, прохладно. Мы сейчас здесь немножко охладим и дальше разыграем. Не уходите пока что. Первый материал весь будет в группе, правильно, Анечка? Обязательно его пришлем. Да, смотрите. Финальтика. Давайте, да, будем финальтикать. Смотрите, вопросов много. Кать, неси книгу. А еще остались? Одна книга, я просто покажу еще ее. Да, можно будет докупить, можно будет подойти. Да. Значит, книга, энциклопедия, дизайнер и комплектация. Можно вот у коллег ваших посмотреть. Сюда входит в нее в том числе сама книга, да, и курс 7 на 7, как дойти до миллиона. Вот это вот сегодня мы, как бы, кто хочет, тоже можно будет подойти в перерыве и сделать. Суть здесь в том, что мы на комплектации зарабатываем дополнительные денег. То есть я вам рассказываю технологию, как это сделать. И кто хотел тоже со мной поработать, персонально можно будет это сделать. Значит, какие у нас будут темы? Специальное у нас предложение для участников дизайн конференции. Проявляйся только сегодня. Вот такое. Значит, результат какой у вас будет, без риска, через личную работу на стратегической сессии со мной, гарантированно, вы получите вот такой результат. Это я умею делать, знаю, как делать, и точно вы это сделаете. Найдете свою уникальность, то, что я сегодня рассказывал. Проработаем стратегию выхода на премиум клиента для каждого участника, ну, для каждого человека персонально. Получите уверенность в своих силах. Вы берете все сомнения и страхи. По психологии с вами поработаю лично. Получите структуру продажи через переписку. Получите структуру продажи на встрече, как с клиентом. То, что я сейчас рассказывал, или именно для вас. Стратегия заработка на комплектации, вот то, что в книге описано, в два-три раза к проекту. Отношение с клиентом, чтобы оставаться в глазах эксперта. Кому ценно такое? Поднимите руку. Если да, вы захотите, сможете поработать. Сейчас скажу, как это сделать. Плюс бонус будет дополнительный. Ответы на все ваши вопросы вот по этим темам. Свой путь, как создать дорогой продукт, привлечение клиентов, переговоры, продажи, авторский надзор, система работы. То есть любой вопрос у вас будет закрыт. Мы с вами проработаем. Значит, результат. Закройте все вопросы по продвижению. Формат личной работы по Zoom. Связываемся. И спокойненько я отвечаю на все-все-все ваши вопросы. У вас полное понимание. Значит, стоимость обычная, такой стратегический стейс, 50 тысяч рублей. Для конференции вот будет 15 тысяч. Вы можете оплатить. У нас не так много мест будет, но я смогу взять, наверное, человек 5-10 по работе в этой теме. В перерыве может быть подойти. Вот на этот телефон можно сделать оплату и записаться. Я с вами поработаю лично. И все вот эти вот вопросы, которые были, да, можно сфоткать. У вас будет полностью готовый результат. Да. Это только сегодня надо сделать. У кого сразу же нету, то можно вот 3 тысячи сделать предоплату. Потом остальное, когда будете готовы. Вот на этот телефон. В принципе, у меня все. Если у кого-то будут какие-то вопросы, я сейчас буду в перерыве. Что туда входит? Поработаю с вами, кому будет полезно и интересно. Всем спасибо. Огромное спасибо. До результата. То есть, да, спрашивают, одна сессия или не одна. Вот все вопросы, которые мы сделали. Вот все, пока вы не скажете, что у меня все понятно, все закрыто. Я прям с вами проработаю. Обычно, да, я делаю это за одну и максимум за две сессии. Но чаще всего за одну. Да, Сбербанк. Тебе все вопросы потом. Спасибо. Аннушка, показите. Вмечайте, вмечайте, вмечайте. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо всем, кто был сегодня. Спасибо, Аня. Субтитры сделал DimaTorzok